Библия говорит, в этом мире будет много испытаний, но во мне у вас будет мир. И Библия говорит, будь в мире и знай, что я твой Бог. Ты не можешь узнать, что Он Бог, пока ты не успокоишься. Снова, пожалуйста, поднимите свои руки и скажите, Господь, я принимаю Твой мир прямо сейчас. Не на эмоциональном уровне, но глубоко в моей душе. Я принимаю Твой мир. Спасибо, Господь Иисус. Мы воздаем Тебе славу на сегодняшний день. Спасибо за то, что Ты собираешься сделать. Спасибо за то, что Ты уже сделал. Пусть наши уши будут открыты, чтобы слышать. Мы уйдем домой со всем тем, что Ты приготовил для нас. Мы не уйдем домой пустыми. Спасибо, Иисус. Мы воздаем Тебе славу. Забери эту кафедру и говори к нам. Возьми микрофон и говори к нам. Пусть не человек говорит, но Ты будешь говорить через человека. Пусть больные будут исцелены. Пусть безнадежность станет полной надеждой. И я молюсь, чтобы наше сердце было наполнено верой сегодня. Спасибо, Иисус, что сделал нас больше, чем победителями. Спасибо, Иисус, что даешь нам жизнь и жизнь с избытком. Спасибо, Отец. Мы воздаем Тебе славу. Ты Ава Отче, который глубоко заботится о нас. Спасибо. Мы воздаем Тебе славу. В могущественное имя Иисуса. И все сказали Аминь. Аминь, Аминь, Аминь. В окопе для Иисуса воздайте Ему славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, команда Прославления. Это было прекрасно. Через 15 минут вы снова присоединитесь ко мне. Поэтому сильно не расслабляйтесь. Вы можете присесть. Я рад видеть всех. Я знаю, что также некоторые люди смотрят нас. Некоторые люди не смогли сюда попасть из-за пробок. Мы верим, что то же самое помазание, которое здесь, оно будет там. Я хочу сначала поприветствовать всех, кто здесь в первый раз. Пожалуйста, могли бы вы поднять свои руки, если вы с нами в первый раз? Давайте мы им похлопаем и поприветствуем. Добро пожаловать. Это ассамблея Духа. Это то место, где мы верим в сверхъестественное. И мы верим в силу Слова Божьего. И в силу имени Иисуса. Откройте, пожалуйста, свои Библии вместе со мной на Матфея 26. И если у вас нет такого места, такого дома, которое вы могли бы назвать домом, мы как церковь рады вас приветствовать. И мы хотели быть вашими пасторами. С моей женой Эвида Абджикоби. 26 глава, 41 стих от Матфея. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы мы подготовили наше сердце. Библия говорит, бодрствуйте и молитесь. Можешь кому-то сказать рядом с тобой, бодрствуй и молись. По-английски наблюдай. Бодрствуй и молись. Не сначала бодрствуй, потом молись. Это действие происходит одновременно. Бодрствуй и молись. И чтобы не впасть в искушение. И здесь слово искушение не означает здесь только впасть в грех или во что-то негативное. Искушение здесь означает что это может быть также болезнь. Это может означать ошибку. И Ии went on to say the spirit indeed is willing дух бодр но плоть немощна. Дух бодр а плоть немощна. И Иаков говорил об Илии. И говорит, И Иия был таким же человеком, как ты и я. Он хотел спать. Он хотел есть. Но Библия говорит, Он молился чтобы не было дождя и не было дождя. И Он молился о том, чтобы был дождь и был дождь. Почему Библия обращает внимание на тот факт, что Он был человек, как ты и я? Бог пытается нам сказать что ничто настолько сильно а нет ничего настолько сильного, что могло бы остановить человека, пребывающего в духе. Даже его плоть слаба. Если дух бодр и этот человек делает дух авторитетом, и неважно, какая есть слабость плоти, так же, как Илия, этот человек будет продолжать молиться, пока не увидит дождь. Я могу услышать аминь от кого-то, кому нужен дождь. У кого-то настолько сухая земля, что вам нужен дождь. Небесный дождь, сильный. И люди, которым нужен дождь, это не молчаливые люди, не тихие. Люди, которым нужен дождь, они не воспринимают нет за ответ. Я знал человека в Ветхом Завете, которому нужен был дождь. Его звали Иаков. Он сказал, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Лучше я умру здесь, или моя жизнь полностью изменится. Можете ли вы быть настолько жаждущими и сказать, я верю Богу настолько, что даже если... Если я погибну, я погибну. Я верю Богу настолько сильно, что даже если я встану своими ногами в воду, и Иисус не спасет меня, я готов умереть. И вот тогда ты пойдешь по воде. Бодрствуй и молись. Бодрствуй и молись. Жизнь — это земля, для битвы. Есть битвы для всего. Есть битвы для всего. Битвы за силу. Битва за твою семью. Битва за твое здоровье. И вот почему Иисус сделал что-то. Он спустился в ад. Заразился в этой битве за меня. Победил ее. И дал мне ключи. И что же он ожидает от меня, чтобы я сделал? Это открыть свои уста. И влиять на сатану. Приносить это влияние на сатану и его демонов. Сатана. Иисус победил эту битву. Убери свои руки от моей семьи. Ты не говоришь это, когда у тебя как будто бы закрытый рот. Дьявол, выходи. Нет. Ты не говоришь как полицейский, вот так. Полицейский. Он позволяет людям точно знать, что есть закон. И говорит с авторитетом. В этой форме. Дает ясно понять. И когда он говорит, стоп. Ты останавливаешься. Поэтому, когда дьявол приближается к твоей семье, есть сила в имени Иисуса. Но она не выйдет, пока ты не начнешь говорить. Библия говорит, там, где есть слово царя, там есть сила. Ты не можешь быть царем и молчать. Там, где есть слово царя, там есть сила. Я слышу только одного царя, кто отозвался в этом месте. Кто-то еще может сказать аминь? Слава Богу. Мы церковь Христа. И мы не няньки для сатаны. Нет, мы не такие. Деяние, 12 глава. С 1 по 16 стих. Я пропущу некоторые стихи, а некоторые прочитаю. Но если вы записываете, запишите 12 глава, 1 по 16 стих. Я чувствую, как Бог продвигает кого-то сегодня. Кто-то поднимается сегодня. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви. Английская Библия говорит, что он издевался над этими людьми. Он пришел в церковь и начал делать все, что он хотел делать. Ирод по-прежнему здесь, в нашем мире. Он использует правительство. Он использует болезни. Он использует проблемы в твоей жизни. Чтобы заставить себя почувствовать, что ты не дитя Божье. И это не первый раз, когда он это сделал. И тогда 2 стих. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видишь, что это приятно иудеям. Вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресников. И задержав его, посадил в тюрьму. И переказал четверицам воинов стеречь его. Одним словом, это 16 человек. 16 человек осторожат одного человека. Как вы думаете, почему это так? Они знали Петра с самого начала деяний, что это не обычный человек. Позвольте мне вот что вам сказать. Библия говорит, Сатана пришел украсть, убить и погубить. Если у вас нет ничего в своем доме, воры не придут в ваш дом. Ваш дом для них скучный. Чем больше посещение воров в вашем доме, означает, тем вы более богаты. Я убегал из своего дома в Нигерии из-за воров. Они постоянно приходили в наш дом. И я сказал своему папе, Мне нравится университет в том другом городе. Я хочу там учиться. Это было из-за того, что я боялся воров. Потому что у нас есть что-то в нашем доме, что они могут украсть. Они взяли одну из машин моего отца. А другой человек дал ему две машины в подарок. А он пастор. Так что люди уважают пасторов, как это в Нигерии. Люди так почитают пасторов в Нигерии. Им нравится давать машины, дома и так далее. Но если у вас нет ничего в вашем доме, нет ничего ворам там делать. Могу ли я дать вам хорошую новость? Тот факт, что сатана постоянно к вам приходит, означает, что есть богатство, сокровище, которое Бог поместил в вас. Он приходит, потому что он боится того, что ты можешь сделать. Когда он взял Иакова, мы не видим, что были защитники вокруг Иакова. Но когда взяли Петра, этого безумного человека, ребят, давайте туда 16 человек поставим, потому что этот человек может испариться в любой момент. Иерод сказал, давайте-ка я вам немножко резюме дам на этого человека. Однажды он говорил, и 3000 человек собрались и последовали за ним. Это еще не все. Однажды мы собирались помолиться, и он также собирался помолиться. Он увидел, как кто-то не может ходить. Годы. И он его поднял. И этот парень начал ходить. Поэтому умножите количество охраны. Тем больше атак, тем более вы должны быть уверены, что есть что-то внутри вас, то, что вы не видите, но Сатана видел. Он убил Моисея. А он хотел убить Моисея, потому что он искал Иисуса. Он видел наперед времени. И некоторые христиане, вот что я вам скажу, Сатана имеет иногда больше веры о некоторых христианах, чем они имеют о себе сами. Сатана верит в тебя больше, чем ты сам в себя. Но сегодня мы изменим этот сценарий. Ты встанешь перед дьяволом и скажешь, Я Сын Бога и Иисус умер за меня. Это упоминание имени Иисуса. Вот это разрушение в моей семье останавливается сегодня. Могу ли я услышать громкое «Аминь»? Они поместили его в темницу. Четвертый стих. Пятый. Итак, Петра остерегли в темнице. Петра остерегли в темнице. И говорится, что церковь прилежно, в английской Библии, постоянно молилась о нем Богу. Постоянная молитва была совершена церковью. Я говорил, что есть сила в молитве, когда мы собираемся вместе. Вот почему Бог дал нам эти третьи воскресенья месяца, чтобы молиться вместе. Есть сила, когда церковь собирается вместе и молится. Здесь не должно быть тысячи. Те ребята, которые молились за Него, они собирались в чьем-то доме. Их не было много. Их не было много. Но постоянно молитва производит результат. Потому что сердечная, искренняя молитва, она праведника. Она делает силу доступной. Делает силу доступной. Шестой стих. И когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал. Я молюсь, чтобы вы не спали во имя Иисуса. Спасибо Богу за церковь. Они отрезали Ирод А, иначе Ирод отрезал бы его голову. Потому что Петр спал. Не забывайте. Петр очень сильный. Но есть некоторые... А он человек, А с докторантурой в сфере сна. Петр, Иоанн, Яков, они спали. И Иисусу приходилось их поднимать. Ребята, проснитесь. Пожалуйста, проснитесь. Не могли ли вы хотя бы час помолиться? Петр сказал. Мы услышали. Мы услышали. Прежде чем Иисус вернулся, его ноги уже на животе Якова. Поэтому он был в молитве, в тюрьме. И на следующий день они собирались отрезать ему голову. Давайте поспим. И он начал спать. Но некоторые люди смотрители на стенах, стражи на стенах. Некоторые люди смотрящиеся со стен, они стояли за Петра. Они сказали, если сатана заберет Петра, никто не сможет его заменить. Поэтому, если он спит, если он хочет умереть, мы не позволим ему умереть. Вы знаете, я говорил что-то в этой церкви. Я сказал, если вы не хотите быть благословенными, если вы заходите сюда, вы будете заставлены быть благословенными. Петр, мы не позволим тебе умереть. Нет. И начали молиться. Вы видите, что вы можете молиться за этого члена семьи. И Бог спасет его. И Библия говорит, что это была постоянная молитва. Не единовременная. Давайте посмотрим, что же случилось. Он спал между двумя стражами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, вставай скорее. И цепи упали с рук его. Я слышу, как чьи-то цепи падают сегодня. Если ты этот человек скажи, аминь. И тогда ангел сказал ему, опояшься и обуйся. Он сделал так, и потом говорит ему, надень свою одежду и иди за мной. И Петр вышел и последовал за ним. И не знал, что делаемое ангелом было действительно. Конечно, если он спит постоянно. Он не знал, что это реально, но думал, что это видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город. Вот это местописание, я не буду о нем сейчас прямо говорить, но если вы бизнесмены, пометьте себе это местописание. В духовной реальности есть железные ворота города. Неважно, как много рекламы вы делаете, если сначала вы не воевали в духовной битве за этими воротами, этот город не услышит тебя. Эти ворота должны быть открыты. Это ключевое местописание для молитвы, за бизнес. Эти ворота открылись сами собой. они вышли и прошли одну улицу. И вдруг ангелами стало с ним. Это чье-то свидетельство. Когда ты ходишь, я молюсь, чтобы ворота открывались для тебя. Когда ты ходишь, ты становишься ходящим сенсором. Когда ворота чувствуют твое присутствие, они открываются. Вы верите, что это возможно? Вы верите, что это возможно? Это твое свидетельство. Больше нет сложностей. Ты ходишь, и они открываются. Иисус ходил по воде, когда был шторм, и не чувствовал на себе влияние шторма. Даже когда вокруг нас происходит шторм, ты будешь ходить в мире во имя Иисуса. Это наше свидетельство. Ворота открылись. И одиннадцатый стих. И Петр пришел в себя и сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. Кто спас Петра? Бог. Но Бог ничего бы не сделал, если бы церковь не молилась. Потому что молитва, она дает разрешение Богу ходить по нашей земле. Вот это тот способ, который Он создал для нас. Двенадцатый стих. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Скорее всего, там не было больше, чем 10, 12, 15, 20. Они в чьем-то доме. И когда они молились, тринадцатый стих, когда же Петр постучался у ворот, то вышла служанка по имени Рода и узнала голос Петра, от радости не отворила ворот. Но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Когда ты молишься за чудом, этот брат и сестра, который молится с тобой, когда твое чудо приходит, он скажет, ты с ума сошел. Он молился с тобой «О, брат, я верю с тобой». «Да, я получил только что». Это невозможно. Ты должен быть тот, кто настаивает на своем. Мое чудо здесь. Мы молились. А, они там молились и не поверили, что Петра реально отпустили. А чем же вы тогда молились? Но эта девочка, она настаивала. Я уверена. Во-первых, вот это был голос Петра. Это голос моего финансового прорыва. Помните, когда слуга Илии увидел облако, этого было достаточно для него. Этого было достаточно. И Лес сказал, дождь придет. Многие из нас сначала ожидают дождя, но мы не фокусируемся на знаках. Знаки, они уже стоят у дверей. Ты, может быть, еще не увидел Петра, но ты слышал голос Петра. Открой дверь веры и позволь Петру войти. Они сказали, нет, это невозможно. Они сказали, это его ангел. Их сила, их вера была достаточно сильной, что они могут увидеть ангела, но не была достаточно сильной, чтобы увидеть человека спасенным, освобожденным от Ирода. Я сегодня молюсь, чтобы ваша вера возросла, чтобы она не осталась на том же уровне. У вас будет вера делать то, что Бог показал вам. 16 стих. Между тем Петр продолжал стучать. И когда они открыли, то увидели его и изумились. Я молюсь, чтобы Бог сделал чудо в твоей жизни, чтобы удивить тебя. так же, как церковь молилась, и мы увидели освобождение Петра, мы также будем молиться сегодня. И та же самая сила, которая была там в тот день, она здесь сегодня. и будет делать даже большие вещи. Потому что Библия говорит, что поздняя слава, поздний дождь будет больше, чем ранний. Я хочу, чтобы мы пришли на тот уровень, где мое вчерашнее чудо не было бы больше того, что я буду переживать сегодня. Из славы в славу, из благодати в благодать. Вот что Библия говорит. И когда вы будете сегодня открывать свои уставы, это будет ваше свидетельство. От славы в славу, из веры в веру, из благодати в благодать. Если ты веришь этому, поднимись на свои ноги. Поднимись на свои ноги, и мы будем молиться. Матфея 18. Когда вы начали, пока вы стоите, я хочу молиться. Я хочу молиться этим местописанием. Я быстро его прочитаю. Матфея 18, 18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, кто-то скажет, все, все, не важно, как долго это пребывало, не важно, насколько это сильно. Все, что вы свяжетесь здесь на земле, оно будет связано на небе. Не важно, насколько ты слаб в своей плотице. Больше тот, кто вас, чем тот, кто в мире. Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. И все, что вы разрешите на земле, будет также разрешено на небе. И снова я говорю вам, если двое из вас согласятся на земле, возьми кого-то рядом с тобой, и скажи, я соглашаюсь с тобой, я соглашаюсь с тобой. Если вы согласитесь о чем-то, это будет сделано для них, моим отцом на небесах. Не твои сертификаты, не твои докторские препараты. Мой отец на небесах исцелит тебя. Мой отец на небесах освободит тебя. Мой отец на небесах помажет тебя, потому что ты церковь, которая прославляет, молится. 20 стих. Ибо где двое или трое собраны, двое или трое собраны, во имя мое, я там, посреди них Иисус, здесь, прямо сейчас. Иисус здесь, прямо сейчас. Поднимись свой голос и молись в духе. Начни удалять вещи из твоей семьи. Вещи, которые в твоем теле, которые Бог не сеял. Это время, чтобы они ушли. Это твое время. Говори то, что ты хочешь видеть. Спасибо, Jesus. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Исайя 7.7 Первая молитва, которой мы будем молиться. Мы будем молиться за Латвию. Сатана очень серьезно относится к Латвии. Если вы не видите это вокруг, вам нужно попробовать, посмотреть. Но мы церковь. Мы церковь. И все, что мы свяжем на земле, будет связано на небесах. Исайя 7.7 Но говорит Господь Бог так. Это не состоится. Что-то скажи, не состоится. И не сбудется. Всякий план сатаны на Латвию. Мы полностью удаляем это. Мы удаляем это полностью. Это наша нация. Это наша земля. И мы не будем ее разделять с сатаной. Мы не будем делиться ею с дьяволом. Мы не поделимся нашими детьми с дьяволом. Исайя 8.10 Исайя 8.10 Замышляйте замыслы. Да, есть много организаций. Они составляют какие-то планы. Некоторые люди хотят сократить популяцию земли. Но вы не Бог. Бог сидит на небесах. И Библия говорит, Тот, кто сидит на небесах, он будет смеяться. И Бог сейчас над ними смеется. Бог дает детей. Ни один человек не имеет права чтобы забрать детей с этой земли. Поэтому мы отменяем всякое влияние сатаны на школы в системе этой нации. Библия говорит, замышляйте замыслы. Но они рушатся. Они рушатся. Они рушатся. Говорите слово. Но оно не состоится. Оно не устоит. Мне нравится последняя строчка. Можем вместе прочитать. Три, два, один. Ибо с нами Бог. Потому что Бог с нами. Поэтому это не выстоит. В следующие две минуты говорите к этой нации. Изменяйте что-то по этой нации. Соглашайтесь с Богом. Это не состоится. Планы сатаны не состоятся. Молитесь о мире для Иерусалима. И те, которые в Иерусалиме, они будут спасены. Мы молимся о мире над этой страной. Во имя Иисуса. Мир над Латвией. Мир над Латвией. Мир над Латвией. Во имя Иисуса. Дух смерти убери свои руки от Латвии. Дух депрессии. Твое время закончено. Во имя Иисуса Христа. Всякая зависимость. Которая связывает людей в рабстве. Будь развитой во имя Иисуса. Будь разбиты во имя Иисуса Христа. Мы цари. Мы с нами не будут обращаться как с рабами. Во имя Иисуса Христа. Мы изменяем нации. С нашими словами во имя Иисуса. Мы искореняем то, что Бог не сеял. Во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Исход 12. Мы молимся. Исход 12. 13 стих. Многие из вас видели фотографии, видео. Какие-то люди молятся где-то. А, распространяют. А, говорят, что сейчас COVID распространяется. Я не знаю. Я не знаю. Но что я знаю. Все, чтобы они там не распространяли. Кровь Иисуса. Ее достаточно. Чтобы отменить это. Мы будем молиться за ваши семьи сейчас. А я сию самую ночь. И будет у вас кровь знамением. На домах, где вы находитесь. И я увижу кровь. И пройду мимо вас. Когда COVID видит кровь. И проходит мимо твоего дома. Когда рак видит кровь. Проходит мимо твоего дома. Когда я говорю сейчас рак. Я вижу сердце. И ему трудно качать кровь. И это как последствия предыдущей болезни. Если этот человек здесь. Или ты смотришь. Я молюсь прямо сейчас. Во имя Иисуса. Всякие проблемы с сердцем. Будьте исцелены во имя Иисуса. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Сердце начинает правильно качать кровь. Твои сосуды чисты во имя Иисуса. Если я вижу кровь. Я пройду мимо. Прямо сейчас. Говори защиту на свою семью. Молись о своих детях. Молись о своих детях. Молись о своих супругах. Молись о своей семье. Защита. Защита. Никакой болезни в наших домах. Сверхъестественная защита. Сверхъестественная защита. Сверхъестественная защита. Макра-тиш-техила-брахадия. Манда-сопрадия. Спасибо, Господь Иисус. Я провозглашаю защиту. Я провозглашаю защиту. Вот, что я слышу в своих ушах. Сатана хочет использовать болезнь. Как девору. Как пожирающего для кого-то. На чьи-то финансы. Из-за этой болезни вы просто будете выкидывать деньги. Выкидывать. Ты работал за какие-то деньги. И потом тебе нужно отдать за эту болезнь. Прямо сейчас, во имя Иисусу. Я не прихожу в свое имя. Но во имя Иисуса. Всякий пожиратель в твоей жизни. Иисус заплатил кровь. Что поэтому у тебя нет права. Оставаться в их телах. Во имя Иисуса. Эта болезнь ушла. Эта болезнь ушла. Эта болезнь ушла. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Исайя. Исайя. Сорок пять. Пятьдесят четыре. Я все еще молюсь за твою семью. Исайя пятьдесят четыре. Нервные состояния исцелены прямо сейчас. Я вижу, состояние нервов приходит в норму. Исайя пятьдесят четыре, пятнадцать. Вот, будут вооружаться против тебя. Но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Только один человек этому верит. Любой, кто восстанет против тебя, против твоей семьи, если они не раскаются, если они не хотят раскаяться, и не хотят принять любовь Бога, они упадут из-за тебя. Второзаконие двадцать восемь. Это не обычные слова. Сейчас происходит творение. Мы создаем какие-то вещи. Мы удаляем что-то и сеем новое. Поразит при тобой Господь врагов твоих, восстающих над тебя. Одним путем они выступят против тебя. А семью путями побегут от тебя. Они придут одним путем. Но есть что-то, что в тебе. Есть что-то, которого ты в себе носишь. И они тут же оставят тебя семью путями. Смотрите, колдовство это не африканская вещь. Она здесь есть тоже. Вы с кем-то в бизнесе. И вы не знаете. Почему это не работает для меня? Колдовство реально. Но они придут одним путем. И убегут семью. Отец, во имя Иисуса. Я молюсь за каждого здесь. Прямо сейчас. Если кто-то говорил против тебя негативные слова. Кто-то проклинал тебя. Кто-то против тебя совершал какое-либо колдовство. Я прихожу во имя Иисуса Христа. Я разбиваю это колдовство. Я разрушаю эти проклятия. Во имя Иисуса Христа. Я говорю слова жизни. Жизнь. Жизнь в твое тело. Жизнь в твой бизнес. Во имя Иисуса Христа. Они убегут с семью путями. Я пророчествую, как я слышу. Притча 24. 10 стих. Когда я молился за всех сегодня, Бог давал эти слова мне. Это те слова, которые я просто говорю сейчас. Притча 24.10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Ефесянам 6.10. До 13 стиха. Ефесянам 6.10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облегитесь во все оружия Божьи, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Выстоять. Мы в те дни сейчас. И Бог дает тебе силу стоять. Стоять. Некоторые вещи не уйдут. Не уйдут. Они будут случаться. Но в этой ситуации ты выстоишь. В 12-й говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. В 13-й. Для всего примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять в день злой. И все преодолев, выстоять. В следующие 5 минут, если ты знаешь, как молиться на языках, начинай молиться в духе. Если ты не знаешь, как молиться, начинай провозглашать Слово. Я стою сильно, непоколебимо. Я на горе Сион. Я с Сионом. Я сильный. Когда ты молишься, я подойду к некоторым из вас. И Господь говорит, когда я буду возлагать руки, новая сила приходит. Вы подниметесь на крыльях, как орлы. Вы будете делать то, что обычные люди не могут. Я не хочу, чтобы вы ждали меня. Фокусируйтесь на Иисуса. И как он меня будет вести, и тогда я буду молиться за вас. Просто начинайте провозглашать сила, сила, сила. Потому что Сатана мог сделать Илью просить о смерти и из-за слабости. И из-за слабости. Сатана, он манипулирует эмоциями, чтобы вы могли сдаться, чтобы вы даже просили смерти. Но сегодня, сегодня вы принимаете тот хлеб, который Бог дал Ильи. и вы будете идти в этой силе постоянно. Навсегда. Просите силы. Силы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он здесь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok You are becoming supernatural Not human anymore One Thank you Lord Out of the abundance of your power And your grace Two And three Take it, receive it in the name of Jesus Receive it Jesus My name Everybody lifts up your hands These are the end of days We don't have much time Lord, I pray for everybody I pray for new hunger Natural hunger for God Encounter over encounters In the name of Jesus Thank you, Father Thank you Lord, I pray for you Thank you Thank you Отец, мы благодарим Тебя. Даже то, о чем мы не просили, пускай они были высвобождены. Я вижу ключи. Ключи следуют. Не все будут в этом заинтересованы. Но это ключи, ключи богатства. Бог хочет высвободить необъяснимое богатство на кого-то. Для Его Царства. И также потому, что Он любит тебя. И Он хочет, чтобы ты жил хорошую жизнь. Отец, я молюсь о вере Твоих людей. Потому что Ты уже высвободил эти ключи. Я молюсь, чтобы пришла вера, чтобы принять это. Всякое мышление, которое стоит против Божьих благословений, всякие твердыни в Твоем разуме, я разрушаю их сегодня. Во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе славу. Спасибо за Твой Дух. Мы ничто без Тебя. Твоя сила, это наша сила. Спасибо, Отец. Могущественное имя Иисуса. Подготовьте Своим приношением как семя благодарности. Это не конец молитвы. То, что мы переживаем сейчас, это часть. А это только начало. Продолжайте в своих домах. В своей машине. У нас есть прекрасные люди, которые приехали из Литвы. Римуте благословения вам. Благословения. Очень рады словения. Мы счастливы, что вы с нами. Очень счастливы. Пусть Бог вас благословит. И возьмите это благословение в ваши дома. И я верю, что Бог изменяет все. Мы любим вас очень сильно. Пусть Бог вас благословит.